Здравствуйте друзья! У нас несколько сенсационных новостей, очень важных. Монсад открывает первый завод в России. Новость это не на одном источнике ресурсов, на нескольких, сейчас приведу один. Сегодня возле поселка Октябрьский, Зуевского района Кировской области, торжественно открыли первый в России семенной завод американской компании Monsanto, мирового лидера по выращиванию геномодифицированных организмов, или ГМО. Для плодотворной работы предприятие администрации Кировской области на льготных условиях выделило 63 тысячи гектаров. То есть еще и область на льготных условиях выделяет 63 тысячи гектаров. Мы давно ждали Monsanto на кировских землях и уже несколько лет ввели полномерную работу. Очень большую роль в переговорах со стратегическим инвестором сыграл Никита Юрьевич Белых. А я уже успешно завершил эту работу, заявил временно исполняющий обязанного губернатора области Игорь Васильев. Надежду на длительное и успешное сотрудничество выразил и руководитель компании Monsanto России Исаак Ливенштейн. Но это не одна новость. Есть почему-то другая новость, которые почти совпали с предыдущей по времени. Комиссия РАН выпустит заявление о безопасности ГМО. Глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Александров сообщил, что осенью этого года будет однородовым Минворандум о лженаучности утверждения о вреде геномодифицированных продуктов. Как передает Арте, Russian Today Александров подчеркнул, что все предрассудки, связанные с ГМО, результат невежества. По его словам, человечество давно бы вымерло с голоду, если бы не занялось ГМО. В частности, он привел пример Индию. По результатам более 1700 научных исследований, которые проводились в течение последних 10 лет, ученые пришли к единодушному выводу, что ни само производство ГМО, ни их употребление в пищу, даже в течение пяти поколений, несет никаких дополнительных рисков. Что подразумевается под дополнительными рисками, да? Интересно, почему это у доктора биологических наук и Ирины Владимировны Ермаковой получились почему-то совсем противоположные результаты, где она использовала семена ГМО, геномодифицированных организмов, кукурузы и кормила их мышей. И, собственно, значит, также хотелось бы предоставить, значит, изображение этого героя, Александров. Вот, собственно, данный герой с таким замечательным красивым носиком. Ну да ладно, значит, что бы, хотел бы, конечно, подчеркнуть, как мы отобразили новость такую же, вот, как видите, в нашей группе основной геноцид русов других коренных народов России. Собственно, вот такая же новость в группе антисионизм. Совсем недавно произошла диверсия национального масштаба. Академия наук РФ совместно с комиссией РАН по борьбе с Женаукой во главе с Евгением Александровым, значит, отменили запрет на производство ГМО-продукции на территории РФ по всем направлениям. Интересно, кстати, почему, потому что вроде как сам президент Владимир Путин поступал, подписал указ о запрете производства и так далее на территории России ГМО. Что ж, продолжаем. И заявили о безвредности ГМО. И тут же, как совпало, Всемирная корпорация Монсанто, один из врагов мирового управления комитета, из органов, прошу прощения, мирового управления комитета 300, даже дождественно открыла свой завод по производству гумно-семян Кировской области. Это большая победа мирового заговора против славян и России в целом. Это вымирание нации в ближайшем будущем. Приговор уже подписан и исполняется. Государственная дума недавно отменила принятие закон на запрет ввоза в Россию пальмового масла, использования своих и других гомопродуктов. Кто ответит? По совести, с кого спросить. Далее, хотел бы, конечно, для тех, кто не понимает, что такое Монсанто и чем она занималась, эта фирма занималась еще при войне в США во Вьетнаме, производством такого оружия массового уничтожения, как Orange, которым выжигали местное население вьетнамцев. Собственно, то есть это военная корпорация, которая занималась химическим оружием и, по сути, продолжает производить химические оружия и всякие химикаты. Ну вот, собственно, читаем, Монсанто был основан Куини. В 1901 году ветеран фармацевтической промышленности с 30-летним стажем, используя собственные средства, как сартовый капитал, он начал с производства сахара и называл компанию по девичьей фамилии своей матери, Монсанто. Что ж, читаем. Так, далее. В 60-е годы было производством, лидирующим производителем агента Orange, принявшимся для дефляции растительности во время войны во Вьетнаме. За это компания пришлось выплатить компенсации ветеран Вьетнамской войны в 1924 году. По сообщению вьетнамского общества, пострадавших от диоксина из трех миллионов вьетнамцев, подвергшихся отравлению диоксидами, в 2008 году около миллиона человек в возрасте 18 лет стали наследственными инвалидами. Представьте себе, около миллиона наследственных инвалидов. И, собственно, вот он, наш агент. Вот так вот он распылялся. Химическое оружие. Смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения. Приняется армией Великобритании во время войны в Малайе и вооруженной в силу США во второй Индокитайской войне с 1961 по 1971 года в рамках программы по уничтожению топических лесов и растительности. Так что, друзья мои, Владимир Путин, естественно, до этого, я не знаю, почему он сейчас позволил вот этому случиться. И надеюсь, что он повлияет, да, и как и раньше, он уже выступал против, да. И, соответственно, сейчас он это сделает. Тоже выступит против производства. И, знаете, надеюсь, что его слово хоть что-то стоит, потому что если человек заявляет о том, что я против чего-то, да, а потом вроде как это происходит, да, то чего стоит слово этого человека. Надеюсь, вам видео было интересно. Всего доброго. До свидания.